Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можем сильный Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Алина, мы возьмемся за ваше дело. Но в первую очередь нам нужно пообщаться с Егором. Он дома сейчас? Да. Женя, Марина, поедите вместе с Алиной, пообщайтесь с Егором, узнаете, как его самочувствие и что говорят врачи. И главное, выясните все конкретно о том, что произошло во время встречи с Мальфаром. Поехали. Егор и в самом деле выглядел очень болезненно. Однако утверждал, что Мальфар тут ни при чем. Марина, ты уже современная, умная девушка. Неужели вы сама верите, что это возможно? Проклясть человека, ну? Я не сказала, что я верю. Проте так вважает ваша девчина. А я думаю, просто та мощная еда не пошла мне на пользу. Я был в больнице, я полностью обследовался. И доктор сказал, что это интоксикация. Сейчас я пью сорбенты и витамины, и думаю, завтра, послезавтра мое состояние улучшится. А чем выкликана ваша интоксикация? Лекарей вам сказали? Нет. Ну, это же второстепенно. Не думаю. А что вы не сказали про Борис? До речи, Аллина сказала, что рана открылась и начала кровить. Да, рана открылась, потому что я потревожил еще не до конца затянувшийся порез. А звідки появился порез? Мольфар ударил вас ножем? Нет. Это скорее несчастный случай. А можно я угляну? Он не захочет, чтобы вы занимались расследованием. Он такой упертый. Что делать? Ну, так, может, он прав. Не было никакого проклятия. Отравился. А вы перенервничали. Так. Кто может помочь? Колдун, маг? Мольфар? Может, пригласить, я не знаю, знахаря? Или ясновидящего? Ну, я прошу вас, я умоляю вас. Но это правда потусторонние силы. Алиночка, успокойтесь. Мы обязательно вызовем экстрасенса, я вам это обещаю. Ну что, он согласился? Ну, принаймні, кров на анализ, він погодовся сдаты. Алина, він же хлыбово глядає. Чого я так рано выписал из лекарни? Нет, ему уже гораздо лучше. Вы не видели, что с ним неделю назад происходило. Он у меня программист. Ему работать надо. Делать какой-то срочный заказ. А что-то у вас за банкой? А, а эту гадость мама Егора, Ирина Петровна, каждый день носит. Она у нас увлекается нетрадиционной медициной и лечит сына так, как считает нужным. А вы сказали, что в больнице ему стало лучше. Угу. А когда вернулся, опять поплохело. Угу. Боже. Эти банки мне предназначались. До поездки в Карпаты у меня был вирус. Егор как-то принес, говорит, чудодейственные настои и от головной боли, и от кашля. Я посмотрела, как-то это все подозрительно. И даже пробовать не стала. Его мать меня отравить хотела. Да, она ведь меня терпеть не может. Итак, карпатский мальфар, по утверждению Алины, проклял Егора из-за некоего ножа, так называемой мольфы. Но разве он может причинить зло? В народном сознании мальфар – это прежде всего воплощение народной мудрости, целитель, даже добрый волшебник, а не злой колдун, как его описывает Алина. К тому же Егор утверждает, что причина его недомогания – не проклятие мальфара, а обычное отравление. Вполне возможно. Симптомы очень похожи на следствие сильной интоксикации. В таком случае стоит ли нам вообще заниматься этим делом? Но откуда у парня на руке такая рана? Явно его ударили ножом. Но кто? Мальфар? А может, в этом доме был кто-то третий? И именно о нем Егор не хочет рассказывать. Возможно, у Егора есть тайны от его девушки Алины. А может, Егор отравился мамиными лекарствами? Они были предназначены для Алины. Но зачем будущей свекрови травить невесту сына? Необходимо выяснить, какие взаимоотношения в этой семье. В тот же день я попросил Марину встретиться с матерью Егора. Я немного разбираюсь в целительстве. И скажу одно. Мальфар зазря проклинать никого не будет. Это все Алинкины выдумки. Ну, а если хорошо насолить Мальфару, он же и проклясти может, или не так? Мой сын никогда никому ничего плохого не сделал. И не сделает. В отличие от этой Алинки. Топту. Не смотрите на меня так. Понимаете, в чем дело? Раньше до болезни Егора Алина появлялась у него в квартире ненадолго. А сейчас и днюет, и ночует. Даже зубную щетку перевезла. Ну, ее коханый хвореет, и она просто повинна быть поруч. Коханый? Как бы не так. Сама та Алина знаете, где живет? В однокомнатной квартире с двумя сестрами и матерью. Как вы думаете? Очень удобно в однушке такой компании. А у Егора двухкомнатная квартира. И, кроме того, сначала Алина встречалась с моим младшим сыном, Артемом. А потом переметнулась к Егору. Чисто из меркантильных соображений. Я уверена. Егор перспективный программист. А Артем химик-лаборант в агрофирме. Без собственного жилья и машины. Артем очень тяжело переживал разрыв с Алиной. Перестал общаться с Егором, ездить к нему в гости. Даже ключ от его квартиры и своей связки убрал. А ведь раньше были. Не разляй вода. И да, вон он лежит на тумбочке в коридоре. Дожидается своего часа. Должны же братья помириться в конце концов. Итак, какая картина у нас вырисовывается? Как самочувствие Егора? Кто общался с врачом? Я общался. Врач не видит никаких серьезных патологий. Попросил его не нервничать, прописал седативные сорбенты витамина. А что с анализами этой жидкости, которую Егор вносит его мать? Ну, логика матери понятна. Да, Алина. Прямо сейчас. Ну, хорошо. Мои помощники скоро будут у вас. Только о Лене не говорите. Я понял. Егор звонил и просит приехать. Закончила с анализом? Не, мы не еще требуем анализ в крови заработать. Хорошо, Женя. Тогда поедешь один. Расспроси его хорошенько. Очень интересно, что же он там скрывает от своей девушки. Алина Аскирка утверждает, что ее парня проклял Мольфар. Это произошло после того, как Егор позарился на нож колдуна. Егора мучают видения. У него на теле появляются раны. Парень убежден, что причина его недомогания – простое отравление. Однако сам позвонил нам и попросил о встрече. Через полчаса Евгений уже был у Егора. Он приходил сегодня. Кто? Степан Мольфар. Егор рассказал, что около восьми вечера работал над срочным заказом. Как вдруг в квартире послышались скрипы и шаги. Он подумал, что вернулась Алина. Алина! Алина, это ты? Крапля за краплы. Да. Крапля за краплы. Ты дай мою мольфу. Я не брал. Что вам нужно от меня? Увидай мою мольфу. ТРЕВОЖИЧЕССЯ СПОКОЙЧИССЯ Кто намагался взять мое? Восплаты не мене. Крав для закрав. Житья покидает тебе. Он меня всего искаловал этим проклятым ножом. Вот так вот, не касаясь. Я весь истекал кровью и даже не мог пошевелиться. Это был кошмар какой-то. И раньше я еще надеялся, что это отравление с кошмарными снами. Но сейчас я полностью уверен. Мальфар проклял меня. Вот вся футболка в крови. Посмотри. Посмотри, что натворил, гад. Ну, а как он в квартиру попал? Я не знаю. Дверь закрыта была, я проверял. Может, у него ключи есть? Ключи? Ну, допустим. И все-таки скажи, какой конфликт у тебя произошел со Степаном? Почему он постоянно требует, чтобы ты что-то вернул? Я любитель раритета. У меня, вон, радиола, фотоаппарат, транзистор старый. А у него нож старинный, понимаешь? Ну, я пошел просить, чтобы он мне его продал. Когда Егор пришел в дом к Мальфару, того на месте не оказалось. Хотя дверь была открыта. Степан! Егор решился зайти. Есть кто-нибудь? Вдруг парень увидел тот самый нож. Я подошел к ножу и долго смотрел на него. Я понимал, что колдун вряд ли отдаст мне его добровольно. И тут в моей голове пронеслась мысль просто взять нож и уйти. Руки Егора как будто сами потянулись за реликвии. Но тут буквально из ниоткуда появился Степан. Ты намагался взяти мое. Нет, я клянусь, я посмотреть хотел только. Брешись, собаку. Нет, я коллекционер. Купить хотел. Купи, ты кажешь. Да. Ты намагался вкрасть мою мольфу. Нет. Крапля за крапля. Життя покинет тебе. Кто намагался взяти мое? Расплаты для меня. Я вырвал нож и выбежал на улицу. Вдогонку Степан кричал мне слова, которые я практически каждую ночь слышу во сне. Ты взял нож с собой? Я никому не хотел говорить. Понимаешь, я никогда ничего не крал. Но здесь я не какое-то животное желание просто. Ну а где он? Я могу на него взглянуть? Только о Линке ни слова. Хорошо? А я не разрешаю ей прикасаться к своему раллиотету. Это он? Да. Я собираюсь вернуть его. Ну вот я еще не знаю как. Егор, ты не против? Я возьму его на экспертизу. Да. Понимаешь, если он так важен мольфару, то он мог его обработать каким-то ядом. Ну а тебе советую вернуться в больницу. С такими язвами не шутят. На следующий день я пригласил к себе Марьяну Лукаш. Знахарку, которая в течение 20 лет проходила обучение у одного из карпатских мольфаров. Про Степана с Криворівня я чула, еще когда училась. Сильный мольфар. Зараз ему, напевно, уже за 90. Марьяна Лукаш. Знахарка. Экстрасенс. Целитель. Опыт работы 25 лет. Мольфары сильные маги. Свои магические вправы, они делают за допомогою так званых мольф, магических предметов. Одним из главных мольф вважают градовый нож. Он является магическим знаком в насторожении жизни Мольфара. Его верным заступником и другом. А что будет, если отобрать у Мольфара его мольфу? Такого не можно делать. Людина, которая вкрадет мольфу, преречена. Что вы имеете в виду? По-перше, мольфа имеет силу только в руках мольфара. И он через нее может накласти на людину хворобу або навіть смерть. Как это работает, например, с ножом? Когда говорится о градовый нож, скажем, достаточно сделать на теле человека небольшой разрез и прошепотить про клюн. Поверьте, жизнь человека покинет очень быстро. Крапля за краплей, жизнь покинет тебя. Кто намагался взяти мое расплаты для мене? Тем временем Марина по просьбе Алины пригласила домой к Егору экстрасенса. Егора дома не было. Он отправился повторно обследоваться в больнице. В этой квартире очень много вещей с негативной энергией. Очень. Ирина Ким, экстрасенс, биоэнергетик, ясновидящая. Опыт работы 15 лет. Все эти предметы из коллекции Егора принадлежали раньше другим людям. Все они давно мертвы. Некоторые из бывших владельцев умирали страшной смертью. У вас кровать неправильно стоит. Огромный сгусток негативной энергии чувствуется прямо у изголовья. Нужно переставить. Я не чувствую проклятия на этой квартире и на ее жителях. Но Егору не следовало бы держать все эти старые вещи в собственной спальне. Да и вообще в квартире, где он проводит столько времени. Их место скорее в гараже, в галерее где-то. Очень плохо держать вещи умерших возле кровати. Это недопустимо. Ну, вообще-то, да. Ну, что там с анализами? Поки що нічим, крім психозів, пояснити выразки на теле Егора я не можу. Лечащий врач то же самое сказав. Что язва появилась на нервной почве, потому что сахар в пределах нормы и все анализы нормальные. У меня також ніяких патологий. Ну, этого не может быть. Не може же, что он из-за чувства вины за украденный нож сам у себя вызвал такие язвы. А, кстати, что там с ножом? Может, там были на нем какие-нибудь яды? На жаль, ничего такого. Я б тебе одразу сказала. Хоча, якши ми маємо справу з новими розробками у сфері отрут... Подожди. Ты же сама говорила, что брат Егора химик. Так. А мотив у него есть. Алина бросила его ради более перспективного старшего брата. Нужно узнать, чем он сейчас занимается и пообщаться с ним. Я займусь. Хорошо, ждем новостей. Я попросил Евгения поработать под прикрытием и представиться фермером. Ведь Артем, младший брат Егора, разрабатывает сельскохозяйственные яды. Я фермер. Выращиваю груши, яблоки, персики на продажу. У меня в прошлом году погиб урожай из-за паразитов. В этом, чтобы избежать повторов, я бы хотел попробовать обработать вашими химикатами. А чем раньше обрабатывали? Да в том-то и дело, что ничем обрабатывать буду впервые. Но узнал, что они могут быть токсичны и вредны для здоровья человека. Вам о своем здоровье беспокоиться не стоит. Если вы будете исполнять все нехитрые предосторожности при работе с этими химикатами, то я вас уверяю, ни разу и не чихнете. А какие предосторожности? Перчатки, защитная маска. Главное, чтобы химикат не попал на открытые участки тела. Но даже если попадают, достаточно промыть это место водой, чтобы избежать элергической реакции. То есть вы хотите сказать, что ваши химикаты совершенно не опасны для жизни и здоровья человека? А вы дотошны. Я вас успокою, если скажу, что химикаты, с которыми я работаю, представляют опасность прежде всего для меня. Я работаю с концентрированными ядами, которые действительно очень токсичны. Но к вам попадает уже синтезированный продукт, который убивает насекомых и абсолютно безвреден для человека. А что будет, если ваш концентрированный яд попадет на кожу? Токсический ожог. А этот яд ваш убить может? Ну, может. Конечно, может. Если я каждый день буду выливать на себя по чуть-чуть, то к концу месяца я уже буду похож на героя из фильма «Кошмара на улице Вязов» и умру от болевого шока и интоксикации. Ясно. Больше вас не отвлекаю. Спасибо. Итак, Артем Перевязкин. Химик-разработчик, который каждый день имеет дело с ядами, способными медленно довести человека до смерти. Разрабатывает их сам. А значит, ни наши лабораторные анализы, ни анализы в больнице, где лежит Егор, не смогут их определить. Все сходится. Тело Егора покрыто язвами. Врачи констатируют тяжелую интоксикацию, но не могут выявить, чем именно он отравился. Артем, по словам матери, ранее встречался с Алиной и поссорился с братом именно из-за того, что она предпочла ему Егора. Ревность – это серьезный мотив. Учитывая, где работает Артем, отправить на тот свет брата ему не составило бы особого труда. Нужно срочно проверить квартиру Егора на наличие токсичных веществ. Прежде чем бить тревогу, я попросил мою помощницу поговорить с Артемом и выяснить, какие у братьев отношения. Мы решили не скрываться и поговорить с парнем открыто. Ну, чем я могу быть полезен в команде «Реальная мистика»? Я так разумею, вы уже в курсе, из чего ваш брат захворил? Мать говорила. Отравился вроде. Но я не видел его, мы не общаемся. По словам Артема, он поссорился с братом не из-за Алины. Я познакомился с Алиной действительно раньше Егора. У нас даже было несколько ничего не значащих встреч в кафе. Понимаете, Алина серьезная девочка. Она хочет семью, детей. А я предпочитаю более свободное отношение с женщинами. И когда мы последний раз сидели с ней в кафе, приехал Егор, он вещи привез, которые я у него в квартире забыл. Ну, там они и познакомились. Я их познакомил, понимаете? Егор сразу же запал. А я был не против. Я с ним перестал общаться, потому что он мне не одолжил денег, когда они были нужны мне. Понимаете, очень были нужны деньги. А чему он вам не дав грошей? Может, на тот час у него просто их не было? У него всегда есть деньги. Он предпочел уехать с Алиной в какую-то закарпатскую глушь. Скорее всего, там подхватил эту хворю. Пропрошу. Так, Андрей. Что? Я зрозумела. Алина потрапила в инфекционный. Не эти же самые симптомы, что у Егора. И что же это получается? Что проклятие Мольфара передается как инфекция, что ли? Ты обследовала квартиру Егора? Так, следов химичных, или каких-то других токсичных вещей я не нашла. Ну, похоже, версия с братом тоже разваливается. Ну, я бы не стал сбрасывать его со счетов так быстро. Ну, я вважаю, тут справа не в девчине. Ты понимаешь, если бы он и завдал брату шкоды, только через то, что той не позычив Артему гроши, когда они ему так были нужны. Зачем вообще ему нужны были деньги? Он не признался. Извините. Наш разговор прервал неожиданный визит мамы Егора. Ирина Петровна рассказала нам, что неделю назад, когда ее сын впервые лег в больницу, решила очистить квартиру от приворота Алины. Для этого она пригласила шамана из Бурятии, который проездом был в Киеве. Мать надеялась, что шаман наконец сможет объяснить, от чего страдает ее сын. Души умерших не дадут ему жить спокойно. Проклятие умерших, живущих в старой коробке, постепенно выпьет всю его жизнь. Когда он спит, жизнь покидает его. До речи, экстрасенс, яка отбедула квартиру Егора, тоже сказала, что чувствует темную энергетику именно в том кутке, где стоит лежо Егора. Сначала я думала, что шаман обманывает меня. Слишком абстрактно высказывался. Проклятие умерших, живущие в старой коробке. Старая коробка – это радиола. Ее Егору перед самым отъездом в Карпаты подарила Алина. Понимаете? Ирина Петровна, мы обследовали вашу квартиру. Ничего не нашли, так? Угу. Если вы считаете, что Алина отравила Егора, то получается, что она отравила и сама себя. А зачем? Правильно. Чтобы отвести подозрение. То, что Алина сейчас с Егором лежит в больнице, еще ни о чем не говорит. В конце концов, она могла симулировать симптомы. Ирина Петровна, давайте поступим так. Я лично съезжу в больницу, поговорю с ними обоими. А радиолу мы возьмем на дополнительное обследование, если хотите. Но для начала я решил поговорить с лечащим врачом молодой пары и убедиться в том, что никто из них не симулирует. Симптомы у них похожи. Тошнота, рвота, оборочное состояние, сыть на теле. У Егора стадия боли запущена. Язва кровоточит. Сейчас они сдают анализы, и оба лежат под капельницей. А скажите, может кто-то из них симулировать? Исключено. Сами увидите. Кого первого из них можно проведать? Нина сейчас, она спит. Я проведу вас к Егору. Отлично. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Я ненадолго к вам. Как вы себя чувствуете? Да бывало и лучше, спасибо. Я не буду вас спрашивать о Мальфаре, потому что меня больше интересуют ваши отношения с братом. Нам стало известно, что у вас возник конфликт, и вы перестали общаться. Да, я не занял Артема денег. И сделал это сознательно. Дело в том, что у моего брата есть пагубная страсть. Игровые автоматы. Он оставляет там всю свою зарплату и даже часть зарплаты мамы. И, видимо, опять влез в долги и попытался за счет меня решить свои проблемы. Но не на того нарвался. Мы сейчас проверяем вашу квартиру на наличие токсичных веществ. Пока ничего не нашли, но... Скажите, ваш брат ничего вам не передавал? Может, какой-нибудь предмет. Возможно, через маму. Да что, серьезно подозреваете моего младшего брата? Мы проверяем всех, у кого есть мотив. А ваш брат действительно на вас зол. Нет, я не общаюсь с Артемом уже больше месяца, и никаких подарков я от него не получал, да и получать не мог. Да я знаю своего малого, он абсолютно безобиден. И уже очень скоро перестанет на меня обижаться. Тогда следующий вопрос, касаемо Алины. Ирина Петровна считает, что ваша девушка не тот человек, за кого себя выдает. Вам не приходило в голову, что Алина из меркантильных соображений может целенаправленно травить вас? Нет. Да я уже скорее в проклятии Мальфара поверю, в месть брата. Алине плохо. Она вместе со мной попала в больницу. Страдает так же, как я. Какая тут меркантильность? У вас дома, прямо у изголовья кровати, стоит старая радиола. Ее вам подарила Алина? Ну да, и что? Я давно мечтал о первых выпущенных в Союзе радиолах. Это как раз одна из них 38-го года выпуска. Я не знаю, где Алинка ее откопала, но я был просто в восторге, когда она мне ее подарила. Но какое имеет это отношение к... Это нам и предстоит выяснить. Мне нужны будут ключи от вашей квартиры. Я хочу взять радиолу на дополнительную экспертизу. Сразу после этого я проведал Алину. Вид у девушки был не из лучших. Но когда я задал вопрос о радиоле, она забеспокоилась. А что не так с радиолой? Да нет, отличная старинная вещь. Экстрасенсам она не очень нравится. Откуда она у Егора? Это мой подарок. Он давно о такой мечтал, я нашла и подарила. А где такую можно купить? На старом блошином рынке. Да, я купила ее на блошином рынке у старьевщика по кличке Прокаженный. На следующее утро я попросил Евгения разыскать продавца радиолы. Алина явно не хотела, чтобы мы знали, где она взяла этот раритет. Почему? Нам это предстояло выяснить. А вы, случайно, не тот, кого здесь называют Прокаженный? Да, я Прокаженный. А чем могу помочь? Телевизию. Меня интересует вот такая вот вещь. Нужна на подарок лучшему другу. Любые деньги платим. Вещь эта, конечно, раритетная, дорогая. Но ничего подобного у меня никогда не было. Могу предложить вам советский транзистор 1947 года. Не такая крутая, как радиола. Но что-то в этом духе. По нашим сведениям, приблизительно месяц назад вы такую же радиолу продали девушке по имени Алина. Да что вы говорите, уважаемые. Никаких радиолу, никаким девушкам я никогда не предавал. Такую или чем-то похожую предлагал мне купить Сашу Сталкер. Но я отказался. Так что вас ввели в заблуждение. А где я могу найти этого Сашу Сталкера? Я не знаю, где он живет. Телефон я его тоже не знаю. Но он часто сидит на форуме коллекционеров антиквариата. Найти его достаточно просто. Он один там на форуме Саши Сталкер. Спасибо. Итак, кто же говорит неправду? Алина или старьевщик прокаженный? А если Алина соврала о том, что купила радиолу у старьевщика? Но зачем она это сделала? Неужели Ирина Петровна оказалась права? И Алина совсем не та, за кого себя выдает. Неожиданно возникает некий Саша Сталкер, о котором Алина тоже умалчивала. Есть ли связь между этими двумя людьми? Все есть. Нашел. Саша Сталкер. Монеты, старинные вещи, иконы. Он сейчас в сети, я вот с ним списался. Ну, отлично. Договорись с ним о скорейшей встрече. Скажи, что ты тоже коллекционер. Ты уже договорился. После заедешь к Егору на квартиру, нужно будет забрать радиолу на дополнительную экспертизу. Окей. Скажите, а не тесновато для такого количества раритета? Ну, есть немного. Все никак не переберусь в более просторное помещение. Вас что-то конкретно интересует или вам показать все, что у меня есть интересного на продажу? А вот портрет тоже на продажу? Девушка очень красивая. Нет, это моя девушка Алина. Не продам никогда. Вернемся к нашему вопросу. Вам что-то конкретное нужно или показать весь мой ассортимент? Меня интересует вот такой вот предмет. Один старьевщик по прозвищу Прокаженный посоветовал к вам обратиться. Плачу любые деньги. Радиола действительно такая была, но я ее уже продал. В таком случае не подскажете кому? Может, мне удастся ее перекупить? Ну, знаете, этого человека нет в стране, ну и по нашим правилам я не имею права называть хозяина этой вещи. Здравствуйте, Алина. Я вижу, вы уже совсем поправились. Да, у меня уже совсем хорошо. Спасибо. Вы хотели о чем-то поговорить? Да. Но разговор будет неприятным. Что-то с Егором? Ему хуже? Нет. С Егором все в порядке. Скажите, а зачем вы нам соврали, что купили радиолу у Прокаженного? А что вам так далась эта радиола? Просто некий Саша-сталкер, у которого вы на самом деле купили радиолу, считает вас своей девушкой. Это немного подозрительно, не правда ли? Я должна извиниться перед вами. Радиолу я действительно взяла у Саши. Просто Егор давно о такой мечтал. А у Саши она была, и он сразу мне ее отдал. А зачем нужно было скрывать этот факт? Ну, понимаете, я просто не хотела, чтобы до Егора дошло, откуда у меня радиола. Просто у них уже был конфликт из-за меня. Саша мой бывший парень. Мы очень плохо расстались со скандалом. Но потом помирились и решили остаться друзьями. Ну, по крайней мере, я так думала. Но когда он узнал, что я серьезно встречаюсь с Егором, он как с ума сошел. Он даже угрожал ему физической расправой. Но это все было так давно. Честно, я не понимаю, какое отношение Саша со своей чертовой радиолой имеет к проклятию Мальфара. Тем временем Евгений отправился в квартиру Егора за радиолой. И увидел возле дверей Сашу-сталкера. Алина Аскирка утверждает, что ее парня проклял Мальфар. Это произошло после того, как Егор позарился на нож колдуна. Егора мучают видения. У него на теле появляются раны. Парень коллекционирует раритетные вещи. В его спальне стоит старая радиола. Ее Алине подарил ее бывший возлюбленный Саша. Мой помощник застал Сашу у квартиры Егора. Он пытался взломать замок. Зачем Саша хочет проникнуть в дом соперника? Здравствуйте, Александр. А вы за радиолой пришли? Надо же, какое совпадение. А я тоже. Так, мужик, давай без шума. Я ее заберу, а ты меня не видел. Идет? Нет, не идет. Я честный детектив. Я вызвал наряд полиции. Так что ты или добровольно расскажешь все сам, ну или придется применить силу. Так что вперед. Ты же тебе сказал, давай по-хорошему. Что с Родионом? С Чернобыль она. Саша рассказал, что сильно любил Алину. Но встречались они недолго. Девушка решила сама порвать отношения из-за того, что Саша постоянно ревновал ее. Для парня расставание с ней стало настоящим ударом. Он был буквально одержим Алиной и страшно мучился от ревности. Саша стал следить за бывшей девушкой. И быстро понял, что Егора и Алину связывают не просто дружеские отношения. Оказалось, что Саша и Егор знакомы. Они как-то пересекались на форуме старьевщиков. Тогда парень задумал помириться с Алиной и под предлогом дружбы вручить ей радиоактивную радиолу для Егора. Клянусь, я не торгую вещами из Чернобыльской зоны. Я знал, что Егор хочет такую радиолу. Он спрашивал о ней на форумах. Сам я в качестве хобби увлекаюсь походами в зону отчуждения, но я не торгую вещами оттуда. В одной из квартир я видел такую радиолу и взял ее, чтобы передать Алиной. Я ведь ее знаю. Небольшое облучение подорвет его здоровье, и она его бросит. Но я и предположить не мог, что она может от этого пострадать сама. Я же не знал, что она к нему переехала жить. Оказалось, что злополучная радиола излучает радиацию приблизительно в два Грея. Я поспешил посоветоваться с врачом. Это не смертельная доза, конечно же. Но этого вполне достаточно, чтобы заработать себе лучевую болезнь в первой степени. Почему же врачи сразу ее не определили? А это не так-то просто. Понимаете, если мы знаем, что человек посещал зону отчуждения или как-то профессионально связан с радиацией, мы предполагаем лучевую болезнь. Но в этом случае никто не мог этого предполагать. Дело в том, что симптомы лучевой болезни первой степени напоминают сразу несколько заболеваний. Диагностика лучевой болезни требует целого комплекса исследований. Подобные исследования не делаются при обычном отравлении. А лечение теперь будет сложным? Да нет. Достаточно просто убрать источник излучения, и все симптомы уйдут буквально в течение месяца. Ну что, я всех поздравляю. Мы распутали очередное дело, и в очередной раз доказали, что любое мистическое событие имеет реальное объяснение. А куда подделили радиоактивную радиологу? Ее отправят в хранилище для радиоактивных отходов. А что ожидает незадачливого влюбленного сталкера? Вот Сашу ждет суд за умышленное нанесение вреда здоровью. А Ниш его повернули в Мольфарове? Да, но Егор сам побоялся ехать. Я ему посоветовал обратиться за помощью к Марьяне Лукаш. Она знакома с Мольфаром Степаном. Так что Мольфа вернулась к хозяину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова